Вот вам ситуация. Вы просыпаетесь, а дом весь в огне. И вам надо принять решение, вы будете спасать свои туфли или ботинки. Господа, сегодня я буду рассказывать, почему ботинки – это лучшая мужская обувь. Первым делом взглянем на прочность. Чтобы это продемонстрировать, я взял пару ботинок и пару туфель и разрезал их пополам. Это отличные туфли. Если посмотреть на то, как они сделаны, то видно, что использованы качественные материалы. Три слоя кожи. Подошва тоже состоит из множества слоев. Использован шов Блейка. В целом, все качественно. Если взглянуть на ботинки, то сразу видно, что они сделаны еще более прочными. Верхняя часть примерно на 25% толще и сделана из более крепкой кожи. Также внутренний слой, он тоже более толстый. Если посмотреть на подошву, то мы видим прослойку из пробки. Этого не было в туфлях. Также есть еще отличная резиновая подошва. Все прошито швом Гудьер. Эта техника сшивания более крепкая, чем стежок Блейка. Вообще, обе техники хорошие, просто Блейк лучше подходит для туфель. Теперь давайте взглянем на толщину каблука. Он толстый, и видно, что в нем много слоев. Вот на что я смотрю в поисках качества. Так что это прямое доказательство прочности ботинок. Поэтому моя обувь, по умолчанию, особенно когда на улице непогода, которая часто бывает осенью, это ботинки. Этой паре уже, наверное, 4 года. Да, наверное, стоит их привести в порядок. Но суть в том, что они выдержали уже много сезонов. Они прошли через снег, слякоть и грязь. Это мне нравится в ботинках. Вам нужны ботинки, которые смогли бы противостоять плохим условиям. Будь это соль, грязь, вода. Да, вы за ними следите, но и сама кожа сделана специально, чтобы выдерживать все это. Далее давайте поговорим о конструкции. Уже затронули частично, когда я говорил про шов Гудьер, но давайте чуть углубимся. Почему мне нравится эта техника сшивания? Потому что у Гудьер есть дополнительная часть, которая называется кант. И она соединяет верхнюю часть с нижней. Благодаря этому ботинки более влагоустойчивы. Это делает ботинки более дорогими в плане производства. Техника сшивания Блейком чаще встречается в туфлях. Это когда части обуви сшиваются внутри, и кантик отсутствует. Верхняя часть напрямую прикрепляется к подошве. Это хорошая конструкция, но она не столь влагоустойчива. А что насчет проклейной обуви? Стоит ли избегать такой обуви? Ответ, вообще-то нет. Это, наверное, вас удивит, потому что я часто говорю, что не стоит покупать себе ботинки и туфли, которые на клею. Но есть определенная обувь, где проклейка присутствует. Во-первых, благодаря этому они более легкие. И это такая обувь, которую вы бы хотели сменить через каждые 500 километров. Так что да, проклеенная обувь тут уместна. Есть, кстати, определенная модель ботинок, которая хорошо сочетается с техникой проклеивания. Главная ее черта – это легкость. Главное – это понимать суть разных конструкций и разбираться в их плюсах и минусах. Поняв это, вы найдете обувь для себя. Помимо метода сшивания, как еще можно понять, что это качественные ботинки? Я сразу смотрю на подошву. Там, где резина встречается с землей. Вот на этих ботинках. Я смотрю на каблук. О, прикольно, они посадили его на гвоздики. Это старая школа и хороший знак качества. У многих ботинок видно много слоев. Это тоже хороший знак. У хорошей обуви на каблуке видно много слоев, которые склеены между собой. Но мне нравится, когда в обуви есть гвоздики. Это дает дополнительное скрепление для каблука. Давайте теперь рассмотрим конструкцию верхней части обуви. Первым делом я смотрю на швы. Какие они, как часто повторяются. Для меня важно, чтобы было 8 швов на дюйм. Тогда я понимаю, что они прошивали их медленно и качественно. Четко и ровной линией. Если швы повсюду и беспорядочно прошиты, это плохой признак. Мне нравится, когда швы в один рядок. Но часто можно встретить несколько рядов. Особенно в таких местах. Это вполне уместно, это дополнительное скрепление. Обратите внимание на распустившиеся нити. Это мелкие детали, на которые люди практически не обращают внимания. Часто экономят, делая всего один слой кожи. Но лучше выбрать ту обувь, у которой есть еще и внутренний слой. Даже если это обувь для теплой погоды. Почему? Этот второй слой кожи сделан специально, чтобы впитывать в себя пот. У всех ноги потеют, когда ходишь в обуви. Поэтому важно, чтобы пот не попадал напрямую в верхний слой кожи, потому что со временем это может вызвать трещины, в результате чего обувь портится быстрее, чем должна была. Далее давайте поговорим о металлических деталях. Самый простой способ понять, качественная ли обувь, это проверить вот эти ушки для шнурков. Если вы можете его согнуть пальцами, то это плохой знак. Это должен быть более толстый и прочный металл, который может выдерживать натяжение. Вам же не хочется, чтобы они выгнулись или поломались через пару месяцев. Вот еще на что можно обратить внимание, особенно на более ярких ботинках. Это где соединения. Видны они или нет. Если это застежка, то проверить ее стоит не только на предмет открывания и закрывания. Лично я еще смотрю, есть ли защитный слой, чтобы ничего не попало в замок. Это продлевает жизнь молнии и защищает вашу ногу. Далее, парни, давайте поговорим о росте. Тут ботинки дают преимущество. Туфли добавляют нам немного в росте. А вот ботинки тут работают куда лучше. Они могут прибавить от 3 до 5 сантиметров. Зачем вам быть выше? Это делает вас более привлекательным, вы кажетесь более важным. Есть такая история. Когда Рассел Кроу был на вечеринке еще в начале своей карьеры, он хотел получить роль, и там были важные люди, режиссеры. И он гулял там без обуви. И тут его друг сказал ему, «Ты чего, иди надень обувь быстро, потому что я смотрю на тебя сверху вниз». Так что суть в том, что ботинки имеют значение, если речь идет о росте. Они делают вас выше и мужественнее. Поэтому, если вы можете, то пользуйтесь этим. Давайте теперь поговорим о защите. Видите, как у этих ботинок высоко подымается голеностоп? Зачем? Они сделаны в стиле десантных ботинок. Вы когда-либо прыгали из самолета? Когда ты служишь в армии, тебе дают не самый лучший парашют. Короче, ты падаешь очень быстро. Ты приземляешься, крутишься, можешь разбить голову. В общем, все понимают, как это опасно. И только представьте, какая нагрузка на лодыжки, когда ты приземляешься на твердую поверхность. Поэтому так сложилось, что ботинки создают большую поддержку в области стопы. Потому что вывих стопы может вывести солдата из строя, особенно во время броска. Так что, если вы постарше и у вас не такая крепкая лодыжка, да, конечно, надо упражняться, чтобы сделать их сильнее. Но вы также можете носить ботинки, которые будут защищать ваши ноги. Надо ли это большинству людей? Нет. Но на ежедневной основе ботинки хорошо защищают вас от луж, пыли и грязи. От всего, что могло бы попасть внутрь и пропитаться в носки. Высокий голеностоп создает дополнительную защиту от этого. А обычному парню нужно столько поддержки? Наверное, нет. Но все же это приятно, когда ботинки защищают ногу. Даже вот такие полуботинки. Это классические чуки, они произошли от пустынных ботинок. Очень легкие и при этом создают поддержку голеностопа. Что мне нравится в таких ботинках по сравнению с туфлями? Вы гуляете в более пустынной местности, где есть песок, камушки, может даже снег. Вы не хотите, чтобы все это попадало вам в носки. Такие вот ботинки создают как раз оптимальный защитный слой для ваших ежедневных прогулок. Потому что вы же не каждый день гуляете в снеге по колено. Так что эти ботинки отлично справляются с такой задачей. Когда вы ходите в туфлях, то все это попадает вам внутрь. Так что они справляются лучше, чем туфли. Давайте теперь поговорим о других стилях. Некоторые из вас скажут, что их не намного больше, чем у туфель. Не знаю, тут больше поверхность, поэтому есть где поэкспериментировать с дизайном. Наверное, все стили туфель можно найти и у ботинок. Это, например, макосины. Что мне нравится в ботинках-макосинах, это размер носка. Это делает их более удобными, особенно если вы проводите на ногах по 16 часов. Например, если вы работаете на стройке, то плоская подошва будет лучше держать сцепление, и в них вашей ноге будет где разгуляться. Если у вас широкая нога, тогда попробуйте макосины. Ну а что, если вы бизнесмен, путешественник или каммивайжер? Вам нужна такая обувь, чтобы вы не теряли время на обдумывание. Смотрите в сторону утилитарных челси. Мне нравится, что за ними просто следить. Можно чистить через день, протирать после того, как носили их. В них можно пройтись и по грязи, и по снегу. Удобно в аэропорту пройти контроль. Это идеальный дизайн. Может вы ищете что-то более классического дизайна, но в то же время стильное. Тогда попробуйте броги. Думаю, вы знаете историю брогирования. Они появились, когда обувь использовали для походов. Идея в том, что вода могла проходить через отверстия. Но суть в том, что у современных брогов отверстия не сделаны насквозь. Они больше для дизайна и эстетики. Они действительно красивые, в то же время это классический дизайн. Поэтому если у вас уже есть классические ботинки, и вы хотели бы разнообразить свой гардероб, то присмотрите пару брогов. Ну а что, если вы только входите в игру и сомневаетесь в том, что вам нужна такая высокая обувь? Тогда вам подойдут полуботинки. Вот такой дизайн. Это практически туфли, но у них голеностоп на пару сантиметров выше. Это дает дополнительную поддержку и защиту, поэтому они служат отличной переходной обувью для парня, у которого не так много опыта с ботинками, но при этом он хочет попробовать надеть что-то похожее на туфли. Парни, я знаю, что у вас есть свое мнение, поэтому мне интересно услышать в комментариях, получилось ли у меня разложить все по полочкам, почему следует выбрать ботинки, а не туфли. Пишите в комментариях. Далее, господа, давайте поговорим о сексуальности, женщины обожают ботинки. Не верите? Тогда смотрите это видео. В нем я рассказываю подробно, почему женщины любят ботинки. Вы носите ботинки? Да, женщинам это нравится. Переходите по ссылке, чтобы узнать почему.